Про Зворыкина, значит, он родоначальник телевидения, его как бы считают одним из символов инженеров, научных деятелей. Но если чуть-чуть глубже копнуть и посмотреть, а что это дало России? А если посмотреть реально, а вообще ничего не дало, кроме того, что да, действительно русский инженер или ученый создал вот такое приспособление типа кинескопа. А вот есть совсем другой инженер, Арутюнов, который в те же самые годы, в 20-е годы, разработал погружной электродвигатель, который должен был использоваться для добычи нефти. Все это делалось в России, он учился в Петербурге. Его тоже не очень здесь, немножко сумасшедшим считали. Потому что в то время считалось отпустить электродвигатель под воду, да еще и в столь малые диаметры скважины, что он такой малой мощности, что это невозможно. И ему тоже пришлось эмигрировать в Америку, где он еще содружествует с другими россиянами, так же как Сикорский. Организовал компанию, при этом назвав ее РЭДО, российский электродвигатель Арутюнова. В прямую, вот, и эти насосы, так же как кинескопы, в это же самое время начали массово применяться в Америке. Так же как и Зворыкин, у него полно изобретений. У 1-120, у Арутюнова 90. Но самое интересное дальше. Сразу после войны по Ленд-Лизу была достигнута договоренность, что часть чертежей на эти установки, а этими установками как раз и сейчас занимается Новомед, будут переданы в Россию. И Арутюнов передал чертежи, это был 50-й год. Причем, по-видимому, как мы сейчас знаем, тех людей, с которыми общалась, передал много больше, чем, видимо, планировалось. И поэтому уже в 51-м году в России началась добываться нефть. А теперь дальше развиваются события. Брежнев, застойные годы. Почему мы так хорошо жили? А потому что тогда разрабатывалось самотлорское месторождение. Как там добывалась нефть? А она там добывалась электроцентробежными погружными насосами. Если бы этих насосов не было, мы бы вот эти все застойные годы так бы жикарно не жили. А сейчас, если посмотреть, сейчас 70% российской нефти добываются вот этими электроцентробежными насосами. Россия этими насосами добывает нефть и оплачивает все наши расходы за границей, где мы шмотки покупаем, покупаем телевизоры, которые для Запада разработал Зворыкин. Мало того, весь космос оплачивается на изобретение, сделанное российским инженером Арутюновым. То есть мы хорошо живем из-за того, что есть Арутюнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова